Bonjour, mes chers amis! Aujourd'hui nous parlons de phrases qui sont très intéressantes. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим с вами про фразы, которые очень часто используются в разговоре, а именно устойчивые выражения, именно сленг для быстрого обозначения эмоций, какие-то фразы, будет очень интересно. Итак, поехали! Как сказать по-французски «спасибо большое»? Мы знаем, что это «merci beaucoup», но чаще всего в разговоре это говорится так «merci grave», «merci grave», «merci grave», Дальше, «очень круто», «tro cool», «tro cool», «tro cool», Далее, «мне надоело», как сказать «мне надоело» на эмоциях, да? Мы скажем «je ne marre», «je ne marre», «je ne marre», Дальше, «я обожаю это», да? Есть такой глагол, когда что-то нравится во французском языке, да, «kifé», и вот здесь как сказать, что мне, я обожаю это, «je kifé grave», «je kifé grave», «je kifé grave», «je kifé grave», «это безумие», то есть, можно так сказать, это такое же возмущение «фу», «мне не нравится», то есть, тоже на эмоциях сказать вот это то, что мне нравится, это безумие, это странно, и мы скажем это просто «sé tufé», «sé tufé», «sé tufé», «sé tufé», «отлично». Дальше, «мне плевать», тоже на эмоциональные, да, какие-то фразы, значит, это будет говориться так, «je m'en fous», «je m'en fous», «je m'en fous», «je m'en fous», «отлично». Дальше, «я хочу сильно есть», «у меня сильный дикий голод», да, как мы скажем, прям дикий голод, «сильный», это опять слово «граво», которое чаще всего, да, оно усиливает, скорее всего, что-то, и получается у нас предложение «je grava la dalle», «je grava la dalle», «je grava la dalle», «так, мне лень», то есть, вот, можно сказать, «мне лень куда-то идти», «мне лень там идти гулять», «выходить куда-то», и мы просто скажем это как-то и на эмоциях «je la flemme», «je la flemme», «je la flemme», «je la flemme», «так, это бардак», то есть, это вот, в смысле, вот, не просто как бардак, а именно это бардак, это неразбериха, и мы скажем просто «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», а будет именно «j'me cas la tête», иногда вот это вот «je», оно сокращается в разговоре, да, и не говорим мы «je» в разговоре, а оно будет как же с апострофом, получается «j'me cas la tête», «j'me cas la tête», «так, меня это достало», да, то есть, опять на эмоциях, что-то нам не нравится, мы говорим «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», так, это раздражает «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», «c'est bargeux», так, я до смерти устал, то есть, мы настолько утомили за целый день, и мы говорим, выражаем свое, как бы, мнение «je suis brevet», «je suis brevet», «je suis brevet», «je suis brevet», «так, у меня хорошее настроение», «je la patate», Так, это чушь собачья, да? Так, ну и давайте ещё раз мы повторим, а потом будем во фразах всё использовать. Это чушь собачья. Отлично, у меня хорошее настроение. Же-ля-патат. Так, я до смерти устал. Так же можно сказать, я до смерти устала. То есть, в принципе, в написании будет различаться креве, там будет добавляться «э» на конце, после вот этого акценту «греве» в данном случае. Будет как бы две «э». И это раздражает. Так, меня это достало. Великолепно. Я ламаю голову. У меня депрессия. Это бардак. Так, мне лень. Так, у меня сильный голод. Же-грав-ля-даль. Мне плевать. Je m'en fous. Это безумие. Се-туф. Я обожаю это. Мне надоело. Жан-э-мар-а. Жан-э-мар-а. Так, очень круто. Тро-куль. И самое первое, что у нас было. Спасибо большое. Мерси-грав-ва. Мерси-грав-ва. И давайте разберемся с вами во фразах. Да, как это употребляется, какие предложения на сегодня можно разобрать. Итак, поехали. После того, как я занимался спортом весь день, я устал до полусмерти, да? Или до смерти устал. Après avoir fait du sport toute la journée, je suis crevé. Après avoir fait du sport toute la journée, je suis crevé. И еще разочек. Après avoir fait du sport toute la journée, je suis crevé. Отлично. Так, правила игры – полный бред. Но это как бы мы опять выражаем свое мнение, нам что-то не понравилось. Les règles du jeu sont n'importe quoi. Великолепно. Так, несмотря на дождь, у меня сегодня отличное настроение. Malgré la pluie, j'ai la patate aujourd'hui. Malgré la pluie, j'ai la patate aujourd'hui. Malgré la pluie, j'ai la patate aujourd'hui. Великолепно. Так, это раздражает всегда опаздывать. Serai-lu de toujours être en retard. И последнее. Точнее, не последнее еще. Мне лень, я останусь в постели. J'ai la flemme, je reste au lit. J'ai la flemme, je reste au lit. Так, и вот как раз последнее. Я обожаю… Видите, опять этот глагол «обожать», нравится, выделять глагол «kiffé». Очень интересно. Я обожаю вечера среди друзей. Je kiffe, grave, les soirées entre amis. Je kiffe, grave, les soirées entre amis. Je kiffe, grave, les soirées entre amis. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que mon leçon vous a donné beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, mes chers amis. Voilà, на этой нотке мы заканчиваем наш урок. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Как вам такие уроки со сленгом? Если они вам нравятся, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду продолжать снимать уроки на эту тематику, заговариваясь уже. Но это еще не все. Переходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, который тоже активно развивается, и там совершенно другие уроки, которые идут в дополнение к этому каналу. Поэтому, если вы еще не подписались на наш телеграм-канал, пожалуйста, переходите и подписывайтесь, и следите за нашими свежими уроками. Потому что сегодня мы там разбираем очень интересную любовную тематику. Как сказать, кто-то с кем-то встречается, именно связанное с отношениями и так далее. Тоже на разговорную тематику. А мы с вами скоро увидимся. Au revoir, mes chers amis.